Не каждый день жителю большого города удается расслабиться, оглядеться вокруг и подумать о чем-то важном, окунуться в первозданную красоту ландшафта. Впрочем, Владивостоку в этом отношении повезло чуть больше. Он стоит на море и является портовым городом. Именно диалога с морем организаторы необычных экскурсий хотят добиться, и на пробную прогулку пригласили местных лидеров общественного мнения, блогеров и даже чиновников. Вот давайте посмотрим. Для меня сегодняшнее мероприятие имеет как профессиональный интерес, безусловно, мне очень важно, чтобы у нас появлялись новые, в том числе, экскурсионные проекты. Этим богата наша туристская отрасль как таковая. Мы должны показать всю привлекательность, всю особенность нашего приморского города. Все участники получают наушники, связанные в единую аудиосистему. В определенный момент голос как бы из-за городских кулис командует нам идти за куратором, и мы выдвигаемся. Виртуальный экскурсовод указывает нам, что делать и как именно ощущать и смотреть на город. За счет этого достигается своеобразный эффект погружения, и это действительно интересный и необычный опыт. В процессе прогулки мы слышим комментарии о городе и его самобытности. Иногда участников заставляют поднять руку, обняться или кивнуть друг к другу. Но в целом атмосфера и музыкальное сопровождение настраивают на добрый лад и по-своему расслабляют. И вот спустя какое-то время мы добежали до долгожданного моря. А оно вдруг стало говорить с участниками экскурсии. Причем вовсе не в переносном смысле. Не забывая для начала прочитать про себя краткое резюме. Меня восхищает то, какие вы маленькие. Но при этом считаете себя самой значимой частью вселенной. И думаете, что управляете всем миром. Но вы живете лишь на суше. И даже замечать не хотите, что каждый день я участвую в вашей жизни. Глядя на всю эту красоту в наушниках, стоит помнить, что мы находимся на улице. Здесь машины, здесь прохожие. Нужно быть осторожными. О чем, кстати, предупреждают организаторы экскурсии. Общую протяженность прогулки организаторы оценивают в 4000 шагов. Маршрут включает в себя и спортивную набережную, и так называемую береговую линию Тихоокеанского флота. Вплоть до дедостроенного хаята. В конце пути у гостей экскурсии остались самые разные, но в целом позитивные впечатления. На мой взгляд, это был такой небольшой микс между медитацией, популярной психологией и определенным, скажем так, релаксом. Это был интерактив с морем. Это был не диалог с морем, это был диалог с самим собой, который иногда полезно про себя раскрутить и вспомнить. О том, что есть хорошо, что такое не очень хорошо. Такие прогулки – это хороший очень способ, на мой взгляд, выделить из своего режима 40 минут и просто отключиться, подумать о чем-то важном, о чем-то глубоком, чуть-чуть философском. Организаторы обещают, что такое действо – не единственный возможный формат диалога с морем. Конкретно этот они назвали философским и наталкивающим на размышления. Впереди более интерактивные и активные комплектации необычных экскурсий. Евгений Черемухин, Игорь Болтов. Новости на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова